Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня мы хотели бы с вами разобрать очень интересную тему. И главное – разобраться в вопросе о том, как долго заживает межпозвонковый диск при грыжах. И сегодня у меня в гостях потрясающий врач-специалист, врач-остеопат, невролог, специалист по восстановительному лечению позвоночника Юрис Мачитов. Здравствуйте, Юрис! И сразу же хотелось бы вам передать слово, потому что сейчас, на мой взгляд, практически ежедневно ко мне знакомые обращаются пациенты с межпозвонковыми грыжами, вообще с грыжами позвоночника. Хотелось вам передать слово и, главное, поговорить о сроках заживления при такой проблеме. Да, здравствуйте еще раз. Да, распространенная, согласен с вами, распространенная проблема. И сразу мы можем коротко пояснить причины, почему возникает грыжа, ну и поговорить именно о поясничной грыже, то есть грыжи в межпозвонковом диске именно поясничного отдела позвоночника, самая частая, в общем-то, локализация. Вот, если говорить о причинах, то почему возникает грыжа, это из-за несоответствия между, значит, амортизационными возможностями межпозвонкового диска и приложенной физической нагрузкой к нему. Ну, то есть это причина, это механическая причина. Если поконкретнее об этом говорить, то какие причины, да, это могут вызывать? Допустим, нарушение осанки, да, в пояснице в норме должен быть лордоз, то есть это физиологический изгиб позвоночника, который обеспечивает, то есть это изгиб вперед, он обеспечивает правильное, нормальное перераспределение нагрузки вдоль позвоночника, и это приводит к тому, что межпозвонковые диски при этом могут долго работать и при этом не испытывать перегрузку. Это нормальный вариант работы. Если, допустим, ну в вашем случае есть нарушение осанки, допустим, этот лордоз сглажен, или бывает так, что он вообще выпрямлен, то есть позвоночник такой столбиком ровненьким таким становится, или вообще иногда бывают случаи, когда инверсия происходит в дуги, то есть она как бы сгибается назад. То есть нагрузка ложится как раз-таки на передние отделы позвоночника в поясничном отделе, а там как раз-таки располагаются межпозвонковые диски. То есть если смотреть по строению, они ближе к переде, то есть передние отделы позвоночного столба, а задние отделы там как раз-таки суставы. То есть такое как бы как сгибание возникает в поясничном отделе позвоночника, это приводит к тому, что хронически постоянно перегружается, значит, межпозвонковый диск, и в нем что может происходить? Микротрещинки возникают, микроповреждения. То есть если по строению смотреть межпозвонкового диска, то в нем есть фиброзное кольцо, это такие слои коллагена, которые снаружи располагаются. Это такая, в принципе, достаточно прочная, структура, но все равно она может подвергаться вот таким хроническим повреждающим факторам. Там появляются микротрещинки, микроповреждения, и в результате этого уже из центральной части диска, там располагается пульпозное ядро, это уже такая жидкостная структура, на 90% состоит из воды, и она вот как раз-таки именно амортизацию обеспечивает в диске. Вот эта жидкая часть, она начинает постепенно просачиваться в эти микротрещинки, и уже нагрузка именно на эти отделы, она еще больше возрастает, и как бы те волокна коллагена, которые остались целостными, они начинают выпячиваться. Такое выпячивание, оно называется протрузия, оно уже видно на МРТ, оно уже видно на МРТ, если вы сделаете, там уже будут видны эти процессы. Ну и если совсем уже ничего человек с этим не делает, и дальше этот процесс идет, то эта трещинка может пройти через всю толщу фиброзного кольца, и, соответственно, уже частично пульпозное ядро и жидкая часть частично вытекает, и вот это образование, это уже будет грыжа. Вот такой вот нехороший сценарий. Вот, а что еще может приводить? Ну, двигательный, да, скажем так, стереотипы. Допустим, вы ведете малоподвижный образ жизни, сидячий, скажем, работа, да, у вас офисная, вы офисный сотрудник, за компьютером много работать приходится, и тогда поясница, даже если с останкой все нормально, но поясница, там таз как бы, он поворачивается несколько назад, это вводит поясницу в сгибание, и опять же нагрузка тоже возрастает на диске. Вот, то есть вот эта причина может быть. Или там, допустим, водителем работает человек, там помимо того, что он постоянно сидит, еще и вот тряска вот эта есть, то есть дополнительный повреждающий фактор на диске возникает. Вот, и с течением времени, соответственно, это может привести к грыжи. Либо же бывает, бывает острая ситуация, когда человек там с относительно здоровыми дисками, он что-то тяжелое, ну прям экстремально тяжелое, еще с какой-то неудобной позы, вот изначально уже в сгибании попытался что-то там приподнять, передвинуть, и острое прям прострелило, это вот может прямо лопнуть диск достаточно быстро. Ну а чаще всего, как в моей практике, по крайней мере, как правило, у человека есть и нарушение осанки, есть и какая-нибудь сидячая работа, и со спортом-то он с любительским не очень дружит, там гимнастики, растяжки, ну не делает. Вот, то есть уже какая-то почва уже создана, уже какие-то изменения есть, но на этой стадии еще оно как бы не очень сильно проявляется, не сильно болит, не сильно дает ограничения подвижности. Ну и человек, ну может на это сильно внимания обращать, не обращать, и проблему эту не решать. Ну и потом на выходных там что-то все-таки нужно приподнять, даже может быть не очень тяжелое, ну бывали там и случаи килограмм 20, но опять же вот в этой позиции, и уже диски как бы уже скомплементированы. И вот тоже острая боль, возникает боль, то есть до конца эта микротрещинка, которая уже была, она разрывается, фиброзное кольцо лопается и образуется грыжа. То есть вот с этого момента повреждения мы начинаем вести точку отчета. Что происходит в самом диске, да, в эту стадию? После повреждения, в общем-то, по законам физиологии, патофизиологии возникает, значит, воспаление. Что такое воспаление? Это биохимический процесс, то есть сама ткань межпозвонкового диска, она отекает, набухает, там медиаторы воспаления возникают, вырабатываются, это приводит к застою крови в этой зоне. Раздражаются, значит, болевые рецепторы, нервные окончания этими всеми химическими веществами, которые выделяются, и это приводит к боли. Вот, это приводит к боли. Боль, если по характеристикам здесь брать, ну она достаточно сильная, она усиливается при сгибании, как раз-таки, если вы попытаетесь наклониться в пояснице, согнуть ее. Но здесь, опять же, механический фактор, то есть можно проводить аналогию как с раны, там на коже рана какая-то на предплечье возникла, вот, порезались, да, если на нее пальцем доверить, то боль будет усиливаться. Также в межпозвонковом диске абсолютно так же, то есть вы наклоняетесь, нагрузка туда возрастает, это приводит к усилению боли. Вот, болит по центру, болит, значит, именно в проекции межпозвонкового диска, это вот в центре поясницы. Но рефлекторно боль может распространяться и, ну, может и в одну сторону, может и в обе стороны расходиться, может мышечный спазм, там все в позвоночнике взаимосвязано, соответственно, может, могут мышцы рефлекторно спазмироваться, нагрузка на суставы тоже позвоночника возрастать, это тоже может быть источником в таких случаях боли, то есть не вся боль может быть от грыжи. И если там рядом еще нервный корешок выходит через межпозвонковое отверстие, если, значит, грыжа, как правило, она выходит относительно самого диска кзади, ну, кзади и в бок, в определенный бок, и там, в общем-то, нервный корешок проходит, если, значит, ну, не повезло вам, направление грыжи пошло в эту сторону и произошло касание нервного корешка, либо даже его сдавление, то еще может присоединиться боль в ногу, то есть пояснице боль в ногу будет, в одну из ног отдавать, вот. И там причем зависит, какой нервный корешок, на каком уровне, там, ну, 5 поясничных позвонков, между каждым из них выходит по паре нервных корешков, и зависит от того, какой сдавился, такая локализация боли будет, по передней, по боковой, по задней, ну, в общем, это уже для специалиста вопросы, вот. Вот. И даже может, если корешок сильно сдавился, то и симптомы неврологического дефицита возникать. Это что? Это немение, буражки, рефлексы могут с нижних конечностей изменяться, ну, и слабость мышцы, то есть может стопа, грубо говоря, повиснуть и, ну, не работать. Там, на носочки человек не может встать. И, в общем, если мы говорим о стадии, именно к срокам возвращаемся в стадию воспаления, то она вот где-то будет идти 5-7 дней. Ну, это если мы сразу обговорились, мы будем разбирать, так сказать, ну, относительно нормальный, да, процесс заживления. То есть сразу скажу, мы никакими методами лечения не можем ускорить процессы заживления тканей, но человек сам может в результате своих каких-то неправильных действий или там не совсем адекватного лечения, он может эти сроки затормозить, может их затянуть, может это, могут эти процессы идти, ну, не так оптимально, не в те сроки, какие они бы, ну, так сказать, в норме могли бы происходить. И поэтому наша вот задача и будет создать условия для межпозвонкового диска, чтобы он нормально заживал. Вот. Если, в общем-то, эти рекомендации соблюдены, вот, ну, человек идёт по правильной схеме лечения, то где-то это воспаление около 5-7 дней займёт. Ну, такое именно, прям острое. Причём это даже не говорит о том, что вот прям, ну, будет болеть всю неделю, так как, ну, вначале только эта боль возникла. То есть там всё равно боль будет постепенно уменьшаться, будет постепенно стихать. Там как, ну, опять же, я говорю, вот в методах лечения, то есть вот на этой стадии, что я использую, что я считаю правильной, адекватной схемой, это что? Ну, во-первых, мы используем в этот промежуток времени, мы используем советы и рекомендации по ведению повседневной активности. То есть как лежать, как чистить зубы, как там в туалет ходить. Потому что, ну, у человека грыжа возникла, но это не говорит о том, что у него жизнь вообще полностью уснулась. То есть лежать всю неделю, это тоже будет неправильно, полностью лежать там на кровати и вообще никуда не вставать. То есть, но при этом вы всё равно какую-то активность вы ведёте там, ну, хотя бы там в пределах квартиры, вы должны делать это ну, по определённому алгоритму, да, скажем так. Это как бы есть отдельная у меня статья, есть отдельные рекомендации. Я думаю, мы ссылочку сделаем, да, потому что там, опять же, это отдельная тема для разговора. Но если мы так упрощённо, так сказать, возьмём, то там, опять же, существуют какие-то благоприятные движения, которые будут создавать хорошие условия для того, чтобы диск останавливался, а существуют неблагоприятные, которые будут усугублять этот процесс. Вот, эту грыжу прям реально можно додавить, если ты ещё нагрузишь диск. Вот, соответственно, соответственно, вот если так, ну, опять же, в большинстве случаев брать, то вот сгибание позвоночника, это будет неблагоприятное движение. А разгибание будет благоприятным движением. Может быть по-разному, но в большинстве случаев вот именно так. Ну, и, соответственно, и в советах. Мы будем стараться избегать сгибания. Допустим, вам ботинки надо надеть, да? Существуют способы, как это можно сделать. Не так, как мы привыкли, сели, да, там, и там наклонились, что-то. Это как бы, ну, я говорю, что это может вызвать усиление боли и даже грыжу как бы додавить. Вот. А существуют определённые способы, о них, я опять же говорю, ссылку оставим, там, кому актуальна эта проблема, почитает. Вот. Что ещё мы... Ну, естественно, остеопатическое лечение, это по моей, значит, непосредственно специальности, там остеопатия – это лечение руками. Я, значит, занимаюсь чем, что создаю условия для того, чтобы воспаление, отёк быстрее, значит, уходили, чтобы генозный отток крови улучшался, чтобы подвижность улучшалась. Ну, и, в общем, стараемся нормализовать анатомические соотношения между структурами позвоночника. Вот. Что ещё? Что ещё мы, опять же, на сеансе, что ещё мы можем использовать? Это лечебные упражнения. Но здесь в стадии острой боли пациент может что делать? Опять же, да, по биомеханике мы будем всё-таки акцент делать на разгибательные упражнения, но, опять же, в большинстве случаев. Я поэтому и говорю, что если всё-таки острая боль возникла в пояснице, ну, надо обратиться к специалисту, потому что, ну, по крайней мере, в моей практике, если такой у меня пациент обращается ко мне за помощью, я его тестирую на сеансе лечения, на первичном, мы смотрим, какие упражнения он может делать. Они все будут, скорее всего, направлены на разгибание, но они, опять же, разные. То есть там бывают симметричные, бывают асимметричные. Кому-то надо сделать три раза, кому-то надо десять раз делать. Это всё на сеансе реально потестировать, подобрать, и потом я человеку это задание даю, и он вот на протяжении этих 5-7 дней он делает всего одно упражнение, делает его, ну, несколько раз там надо делать, но оно, в принципе, одно. Потому что здесь важно и не перегрузить ткань. Ну, и опять же, я говорю, что по остатку, так сказать, воспаление будет происходить в течение 5-7 дней. А, да, кстати, важно, что и, опять же, воспаление, это биохимический процесс. Здесь, кстати, очень хорошо, кстати, и работают обезболивающие, противовоспалительные, лекарственные препараты. Их вот именно в этот период времени их использовать актуально, правильно, и, ну, это помогает. Вот. Ну, то есть так берём, что 7 дней где-то примерно. Потом, значит, уходим. По итогу, значит, через 7 дней, что происходит при благоприятном стечении обстоятельств, отёк, воспаление сходит на нерв, ну, такое острое, то есть отёк спадает, улучшается венозный ток, улучшается подвижность в целом и уменьшается, ну, прям значимо, это острая боль, она, значит, вообще-то уходит, то есть человек уже может какое-то расстояние пройти, уже как бы может более-менее двигаться. Вот. В ряде случаев бывает, что вообще прям боль прям стихает прям очень хорошо, но здесь, опять же, может быть, вот по тактике человек может сам себе навредить, что он думает, что всё, всё зажило, всё хорошо, вот, но опять же, почему мы вот сегодня с вами эту тему подняли, разговор, что нужно понимать, если всё-таки грыжа возникла, это, ну, прям разрыв в фиброзном кольце, он за неделю не заживёт. Опять же, аналогию там с порезом на коже проводим, да, там уже стихнет воспаление через неделю наверняка, кровотечения там, естественно, уже не будет, будет болеть меньше, уже корочкой покроется, как и в межпозвонковом диске, по итогу там, ну, наряду с процессами воспаления, они сразу же начинаются процессы рубцевания тканей, то есть там волокна, коллагеновые волокна, они называются, они начинают вырабатываться и не закрывают зону повреждения. Вот, но вот этот рубец, который начал формироваться, так сказать, он ещё очень-очень мягкий, ну, и как с раной на коже, если в это время её как-то повоздействовать механически, она может и содраться, и может опять, как бы воспалиться, это рано. Поэтому вот с диском, я видел такие случаи, значит, когда не выдержали сроков заживления тканей, опять начали нагружать поясницу, и опять остро заболело, ещё и по итогу может усугубиться этот процесс. Поэтому не надо делать такую ошибку. Вот. В общем, что к концу, значит, первой стадии происходит, покрывая, там, ну, начинает формироваться рубец, спадает отёк, спадает воспаление. Вот. И здесь мы уже переходим на следующую стадию, ну, как мы её назовём? Ну, наверное, мы её переходная стадия назовём, потому что начинают, уже начинают преобладать процессы как раз-таки уже рубцевания тканей, то есть этот дефект начинает заживать, покрываться, значит, коллагеном, да, это вот как раз-таки это белок, это синтез белка происходит там, и именно коллаген, вот, и он уже приводит к процессу заживления тканей. Это значит, здесь что? Ну, боль, как правило, всё-таки ещё там есть, она гораздо меньше, она гораздо меньше, но она всё-таки есть. И в плане лечения здесь мы можем что уже, что использовать? Упражнения, ну, естественно, там тоже будет акцент на разгибательные упражнения делать, чтобы продолжать снимать нагрузку и создавать условия для того, чтобы диск нормально заживал, вот, упражнений здесь уже будет, ну, скорее всего, на разгибание несколько, то есть подбираю на сеансе там несколько упражнений, добавляем, значит, упражнения на стабилизацию позвоночника, то есть существуют, значит, определенные мышцы, это глубокие мышцы позвоночника, которые именно стабилизируют позвонки, и тем самым часть нагрузки берут на себя, и тем самым они межпозвонковые диски разгружают, улучшают перераспределение нагрузки и снимают нагрузку с, значит, суставов позвоночника, вот, ну и, соответственно, в этом случае, особенно если уже предшествующее нарушение, осанки было, если там эти мышцы там были повреждены триггерными точками, там спазмами, или там они в слабости какой-то были, вот, тема для отдельного разговора, на других, я думаю, разберем, в общем, в наших с вами беседах, вот, и что еще, лекарства здесь уже, как правило, все-таки мы отменяем, если опять же все идет по плану, ну и, а, еще упражнение, которое на улучшение подвижности, и это тоже улучшает венозный ток, улучшает кровоснабжение, а хороший кровоток, это, соответственно, хорошее поступление питательных веществ, кислорода к тканям, а это как раз-таки, ну и обеспечивает хороший процесс восстановления, вот, ну и по срокам, соответственно, вот прошла неделя, и потом еще вот, от 7 дней до примерно где-то до месяца, идет вот эта переходная стадия, когда формируется, ну рубец уже в месте дефекта, вместе грыжи, да, вот, то есть дальше мы переходим, где-то примерно через месяц от начала, вот от острова, когда прострелила, уже стадия идет, она идет сразу по срокам, говорим, от 1 до 3 месяцев, то есть еще плюсуем 2 месяца к этому, здесь, значит, что происходит, вот этот рубец, который сформировался, он начинает уплотняться, то есть там, ну ученые, в общем, изучали эти процессы, коллаген, он тоже разных типов в нашем организме, если я не ошибаюсь, где-то, наверное, 6, ну, в общем, это не суть важно, но, допустим, в результате там переходной стадии, там, я не знаю, какой-нибудь преобладал коллаген третьего типа, ну, условно, к концу этой стадии он замещается и начинает преобладать какой-нибудь там коллаген пятого типа, ну, это не важно для человека, это не важно, в принципе, и для меня, потому что, ну, мы просто должны, суть этого процесса, что там происходит, в общем-то, дальше продолжаются процессы, но по итогу уплотнение, уплотнение этого рубца, то есть он становится плотный, и это как раз таки направлено на то, чтобы межпозвонковый диск восстанавливал свою амортизационную функцию, то есть все равно после его адекватного заживления, нагрузка на него все равно будет ложиться, и, ну, в норме это должно происходить без боли, без ограничения подвижности, то есть цель-то у нас такая, что восстановить полностью активность человека и устранить полностью, избавить его от боли, вот, то есть это до трех месяцев происходит, по, значит, по лечению, если мы берем, что здесь, ну, остеопатическое лечение тоже провожу, там в остеопатии разные техники, это как бы, я, например, четыре года учился, так что это мы точно уж не будем обсуждать, в общем, это моя специальность, то, чем я занимаюсь, я знаю, что нужно делать, какие техники мы делаем в острых стадиях, какие техники делаем в стадии, значит, уплотнения рубца, да, вот, и, значит, а по упражнениям там мы добавляем, что мы все те упражнения, которые делали до этого, тоже их делаем, но еще и работаем здесь, что добавляем, мы добавляем, ну, во-первых, на двигателе контроль упражнения, то есть у каждого человека есть какой-то определенный двигательный стереотип, и не всегда он, он, скажем так, благоприятный для той же поясницы, тем более, когда существует грыжа. Свои движения нужно контролировать. При выполнении определенных упражнений вы можете добиться того, что это будет происходить автоматически, но эту работу нужно провести. И уже, в общем-то, сам рубец достаточно уже, он как бы укрепляется, поэтому мы уже можем добавлять упражнения и так называемую на силу. И сила сразу ассоциируется, что только с мышцами, что мышцы сильнее становятся. Но на самом деле эти упражнения направлены и на укрепление мышц, на укрепление самого межпозвонкового диска, на укрепление связок, на укрепление суставов. И по итогу, значит, ваша поясница становится более прочной, и она может переносить уже нагрузки в большей степени, потому что по механизму все равно клетки, фибробласты, они называются в тканях позвоночника, в диске межпозвонковом. Для них самый главный стимул – это механический. То есть если вы нагружаете в адекватном объеме поясницу, эти клетки стимулируются на выработку коллагена. Если вы ее не догружаете, то они недостаточно стимулируются, и потом по итогу может восстановительный процесс пройти плохо. Если перегружаете, то можно повредить, поэтому здесь нужно адекватную нагрузку подбирать и, в общем, выполнять ее потом. Вот. Буквально я добавлю все-таки, да, что обязательно, дорогие зрители, нужно обращаться с помощью к специалисту. Самостоятельно никакие упражнения, никакие физические нагрузки, никакое лечение самостоятельно себе подбирать ни в коем случае нельзя. Да, Юрис, вы про это очень много говорите, что вы учились огромное количество времени для того, чтобы там правильно распределять нагрузки. И даже вот я врач, который абсолютно не касается там грыж, да, как я сказала, я только это слышу от пациентов, то для меня это тоже такой очень сложный вид деятельности, да, чтобы там назначить то или иное упражнение, ту или иную физическую нагрузку. Поэтому вы абсолютно вообще все очень хорошо рассказали. Я думаю, зрителям будет понятно. Ссылочку на вашу страницу мы оставим внизу, да, для того, чтобы люди могли к вам обратиться за помощью, да, за консультацией. Также, дорогие друзья, специально для мужчин я разработала витаминно-минеральный комплекс «Мужская мощь». В составе входит цинксилен, витамин D3, натуральный экстракт дженшеня, натуральный экстракт йохимбина и витамин С. Подходит абсолютно всем мужчинам с целью профилактики, с целью лечения различных сексуальных дисфункций. И мужчины после приема первых капсул чувствуют потрясающие результаты. Поэтому ссылка будет в описании под этим видео. Переходите, пробуйте. Обязательно обращайте внимание на свое здоровье. Мы с Юрисом еще обязательно встретимся и проговорим многие моменты, потому что вопросов очень-очень много. Друзья, вы пробуйте «Мужскую мощь» и, соответственно, если нужна помощь, записывайтесь на консультацию. Спасибо большое, Юрис, и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok